Всем привет, с вами Галактики и мы продолжаем играть в нашу технологическую сборку. И для тех ребят, кто не видел вчера на стриме, я покажу, как я здесь настроил эти трубы. Ну и на стриме я не показывал, но на стриме уже видели эти трубы настроенными. Да, логистики подключены к гримдеру, подключены к печке и автоматически все уже происходит. Это, конечно, не самый лучший, не самый правильный вариант, который можно было придумать. Но зато да, все ресурсы, хоть они и ходят постоянно туда-сюда по трубе, потому что прописаны... Так, здесь у меня, во-первых, стоит... Как эта труба называется? Так, начинается... Начинается... Сапплайер, пассив-сапплайер. Нет, не пассив-сапплайер. Пассив-сапплайер это модуль, но как работает модуль, мне почему-то не понравилось. Я не знаю почему, но как-то что-то там было не то. А это сапплайер труба, вот это сапплайер-логистик-пайп. Стоит сверху, естественно, так как ресурсы мы должны складывать сверху. И здесь точно так же, здесь стоит... Тут не написано, но это... Именно это сапплайер-логистик-пайп. Здесь у меня лежит пыль, которая должна постоянно сюда поступать. Включена кнопочка ЕС, чтобы, как я понимаю, она приходила не по одной штучке, а могла приходить сразу сюда в больших количествах. Ну, как это все работает, вы видите. То есть, постоянно ресурсы ходят туда-сюда, совершенно постоянно. То есть, эта труба каждый раз делает запрос на вот все эти виды ресурсов. И ресурсы идут стаками то-сюда, то-туда, то-туда, то-сюда, то-сюда. То есть, ну, вариант не самый лучший, не самый удобный. Можно было бы сделать... То есть, в идеале для каждого вида ресурсов должна быть своя машина. Тогда все будет хорошо работать. Ну, или, в принципе, можно сделать вот каким-то таким образом. Но сделать не с помощью... Ну, с помощью обычной дробилки делать неудобно. Но обычной дробилке, если снабдить ее модулями очень хорошо, то скорость будет гораздо больше. А с другой стороны, ребята, да, у меня стоит грег тех, который не позволяет складывать в один слотик больше четырех модулей. То есть, я могу запихнуть максимум сюда, ну, 12 модулей, да, если вот учитывая трансформаторный апгрейд. А если еще учитывать апгрейды на вместимость хранилища, которые Energy Storage апгрейды, то я смогу сюда запихнуть всего лишь 8 апгрейдов. То есть, грег тех делает так, что можно апгрейды только по 4 штучки складывать в этот слотик. То есть, все равно скорость больше, чем в гринделке, не будет, по идее. Сейчас у меня скорость здесь плохая, потому что у меня разрядилось 7 ФСУ. И, да, мой ядерный реактор вырабатывает очень мало энергии. Улучшением ядерного реактора мы займемся в следующей серии. Сегодня я немножко еще покажу, как логистики работают, и восстановим мы вот эту вот систему сейчас. Кстати, я не сделал газовую турбину. То есть, да, это система еще. Или, стоп, или я делал газовую турбину. А, да, делал газовую турбину, мне тоже должна крафтиться, так что все нормально, по идее. Ну, то есть, вот как-то таким вот образом я настроил с помощью Supplier Logistic Pipe поставку ресурсов в гриндер. Ну, и точно так же в индукционную печку. И здесь автоматом все у нас плавится. Постоянно, постоянно идет какое-то движение. И все это забирается из сундуков. То есть, когда ресурсы в сундуках закончатся, естественно, когда ресурсы будут приходить только через эндерчест из карьера, тогда все будет немножко проще. Ну, с другой стороны, они ходят ресурсы сюда-сюда, с себя постоянно. И вроде нормально. Никаких лагов, никаких глюков, ничего не тормозит. А энергия здесь у нас, в принципе, не заканчивается. Энергия мы обеспечили очень знатно себе. То есть, здесь максимальное все время энергия с помощью вот такой вот системки. Поэтому, все хорошо. Все работает у нас более-менее нормально уже. Хоть какая-то пошла автоматизация, хоть какая-то переработка ресурсов без моего участия. Здесь я поставил экстрактор модуля МК3, чтобы забирать все вот эти ресурсы, которые после дробления получаются. То есть, они сразу же моментом все забираются. Я решил поставить сразу МК3. Он дорогой, крафтится из алмазика одного. Но, все же, все же я решил сделать его. И здесь у меня тоже стоит... Сейчас вот с этой стороны покажу. Вот здесь вот везде у меня в каждой машинке уже стоит модуль экстрактор. Ну, вот здесь только я поставил третьего уровня экстрактора. А здесь экстракторы второго уровня. Ну, потому что этими машинами я не так часто пользуюсь пока что. А печка, печка работает просто беспрерывно. Но тоже ресурсы как-то я скажу вам. Причем, даже вот сюда вот как-то пыль, вот, например, не все ресурсы, а вот именно пыль, но как-то слабенько сюда поступает. Причем, я так и не понял, как работают эти кнопочки. И то да, то нет. Приходится нажимать, потому что здесь стоит нет, а здесь стоит да. И тут у меня всегда полный этот самый. А тут вот сейчас вот только заполнилось. Ну, короче, пока что в этом всем я досконально не разобрался. Но, хоть какая-то уже автоматизация у меня есть. Хоть и простенькая, но все же да. Это уже прогресс. Хоть и небольшой. Окей. Здесь я хотел вам показать, ребятки, как работает логистическая крафтовая система с предметами, которые не стакаются. Например, мы сейчас будем делать Energy Crystal. Нет, не Energy Crystal. Energy Crystal я где-то уже тут поставил. Не помню. Вот здесь Energy Crystal я делаю, но они у нас не стакаются. А я хочу сделать крафт, автоматический крафт MFSU. Нет, MFE пока что для начала. MFSU попозже немножко будет. Да, вот. Автоматический крафт нашего хранилища второго. Еще интересный момент. Когда мы открываем, чтобы не смотреть, не бегать, как только что я делал, не искать, где же я поставил крафт, там батареек, например, или не поставил, чтобы не бегать по всей этой системе, не клацать в каждый столик. Потому что, когда их будет больше, мы будем во всем путаться постоянно. Здесь, когда мы открываем интерфейс, или вот этого, как он называется, Remote Order, или просто, когда открываем через Request Pipe, ключом гаечным, у нас появляется точно такой же интерфейс там. И здесь мы можем выбрать кнопочку крафта. То есть, вот это все рецепты, которые я могу сейчас крафтить. Все то, что я уже настроил для автоматического крафта. То есть, так удобно, мы можем заглянуть сюда, посмотреть, можем мы это крафтить или не можем. Вот я и провода сделал, здесь чипсетики. То есть, все вот это у меня крафтится. Точно такую же систему, как мы сейчас будем делать для MFE, я поставил уже, настроил вот здесь. Для экстрактора. Экстрактор нам понадобится, чтобы делать гриндеры. И получается, вот эти краники, которыми мы резину можем добывать из GVA, они тоже у нас не стакаются, так же, как и Energy Crystal. И для этого используется, вот здесь у меня стоит, естественно, обычная автокрафтовая труба. Здесь рядышком сундук, в котором стоит сателлайт-труба. Ну, собственно, мы сейчас точно такую же систему и сделаем. Давайте возьмем, что нам получается надо? Это 4 Energy Crystal, да? Давайте закажем 4 штуки. Смотрим, как ресурсики идут. Я не знаю, я вот на вот это, на автоматический крафт могу смотреть просто вечно. И Energy Crystal пошли к нам в сундук. Дальше нам нужно 4 провода и 1 машинный блок. Точно так же делаю, так проще будет. 4 провода мне надо. Есть. Request Successful. И 1 машинный блок. Есть машинный блок. Все. Ждем, когда он пойдет вверх. Вот он пошел вверх. Забираем из этого сундука. Забираем все Energy Crystal. Пока что просто выкладываем рецепт, как обычно. Вот так вот. Посередине машинный блок. Ставим сюда сверху крафтовую трубу. Да. У меня их 8 штук есть. Возьмем одну. А туда мы заказываем Satellite Logistic Pipe. Вот. Сatellite Logistic Pipe. Один штучка нам пока что надо будет. Берем Crafting Logistic Pipe. И сейчас Satellite делается. А. Да. Я, конечно, не туда смотрю и жду. Да. Ок. Ставим. Сюда. Сюда Satellite. Сюда мы ставим Crafting Logistic Pipe Mark 2. Mark 2 я ставлю, чтобы быстрее, больше ресурсов мы могли передавать. Ставим здесь ID 2. Как мы видим, ID 1 уже занят, поэтому сразу следующий ID у нас переключается на двоечку. Так как здесь ID 1 у нас выставлен. И когда мы нажимаем кнопочку Import рецептов крафтовую трубу, у нас загорается предметы, которые не стакаются, красным цветом. И появляется стрелочка. Здесь мы ставим ID Satellite трубы на двоечку. И этой стрелочкой загоняем их сюда. Все. Теперь мы можем сделать себе, заказать... Как он называется? МФС... МФЕ. МФЕ. Вот. МФЕ. Не видно точечки. Это не все одинаковые эти машины, потому что цифры закрыты. Ихние отличительные особенности. Не хватает 4 Energy Crystal. Я что, не могу сделать 4 Energy Crystal? Почему так? Почему так? МФЕ. Реквест. Не хватает 4 Energy Crystal. Ладно. Если я сделаю сейчас 4 Energy Crystal, Реквест Сексесло, почему он автоматически не делает? Energy Crystal. В чем тогда проблема? Все равно. Миссинг 4 Energy Crystal. Так. А как тогда работала у меня эта система? Почему все работало у меня? Сателлайт 2, Сателлайт 2, Сателлайт 1. Priority. Input. МФЕ. М. М. Давайте сделаем экстрактор. Экстрактор. Реквест Сексес... А, да нет. Все равно. Так. Сателлайт 1, Сателлайт 1, 2. Сателлайт 1, Сателлайт 2. В чем тогда прикол? Может тут какой-то прикол так же как с батарейками, что батарейки крафтиться не хотели. Но это как-то неправильно. МФЕ. Не хватает 4 Energy Crystal. Да как не хватает? Стоп, а почему? Их натуре не хватает. Да, они все здесь лежат. Фиг ли так? А, ну в принципе, все правильно. У меня там не стоит труба. Вот сейчас вот... Нет, мы все равно не понимаем, почему не крафтится. Сейчас МФЕ скрафтится у нас. Нет. Так. Energy Crystal. Energy Crystal. 4 штуки есть. И... В чем прикол тогда? Что-то... Что-то я не понимаю в этой жизни. Ну это, наверное, какой-то прикол именно с батарейками. Такие же Energy Crystal по нулям разряжены. В чем беда? Все равно не хватает 4. Отлично. Отлично я показал, как работают сателлайт-трубы. Просто... Просто отлично. Блин. Как же так? Я думал, что что-то взорвалось действительно. Это молния ударила. Не знаю, давайте сделаем еще. Ну вот Energy Crystal делаются спокойно. Без каких-либо проблем. Но они делаются, естественно, и отправляются вот в этот сундук. К которому у меня не подключен Provider Model. Поэтому система не видит все, что в этом сундуке лежит. Но это не должно быть, естественно, проблемой. Потому что я выкладываю сюда, допустим. Да, и вот у меня здесь, в системе сейчас есть уже... Ааа... 0 Energy Crystal... Что... Что происходит? Что за ерунда? Как это 0 Energy Crystal? А, теперь 4 есть. Их должно быть 8 теперь, а не 4. Что за ерунда? Все равно пишет, что не хватает 4 Energy Crystal. Так. Какая-то беда. Беда с этими батарейками, видимо, идет, да? Ну и с предметами, айтемами. Блин, как молнии фигачат. С айтемами, которые работают как батарейки. Видимо... Energy... А... Нет, 4 Energy Crystal есть. Должно быть 8. Ну, если я их положу сейчас, допустим... Вот в этот вот авто... Не в автокрафтовый столик, а в сундук рядышком с автокрафтовым столиком. И закажу... MF-E. Все равно не хватает 4 Energy Crystal. Дивно. Дивно. Самое смешное, что да, вот с этими... То есть, проблема не в сателлайте, проблема ни в чем-либо еще, а проблема именно в том, что этот предмет работает как батарейка и... Работает как-то неправильно. Увы. Увы. Надо подумать, как можно... Ребята вроде бы писали как-то... Вот, и опять. Я выложил, получается, Energy Crystal... Кристаллы... А, нет, я... Да. Вот. 4 штуки. А должно быть 8. Давайте сейчас вот еще один, допустим, сделаем. И 8 батареек здесь у меня лежит. Ага, я понял. Request идет у нас... Вот так вот я еще парочку как раз только что скрафтил. Я понял, почему, наверное, не было у меня. Да. Потому что, когда мы открываем закладку крафта, здесь показывает 0, это просто показывает, что мы можем скрафтить. Нам не показывает наличие, фактически. Если мы заказываем отсюда 4 батарейки, ну 4 Energy Crystal, например, к нам идут 4 энергетических кристалла со склада. А новые не крафтятся. То есть, поэтому я и не видел. Этих кристаллов. Ну, если мы сейчас выложим, то будет у нас как раз нормально нужное нам количество. Ну вот, 6 штук. Но, блин, все равно у нас, да. Дело не идет. Мфе у нас крафтится, но никак не хочет. Как бы мы ни старались. И почему? Совсем-совсем непонятно. Ладно, давайте сделаем пока что гриндер. Я уже рецепт выложил. Или не выложил. Это не гриндер. Это центрофуга. Центрифуга. Извините, многие меня поправляют. Но я привык говорить центрофуга. Центрофужит, а не центрифужит. Мне как-то очень-очень неудобно, непривычно через и говорить. 4, 5, я не помню. 6 я, по-моему, собирался делать. 6, или даже 7, или 5. Давайте сделаем. Тихо. Нет. Нет. Давайте сделаем. И нам много чего не хватает, чтобы сделать все то, что нужно. Ну, окей. Окей. Адванс-толойки сейчас мы запилим. Это не проблема. Да, тут у меня ничего нет. Сколько я собирался делать? Раз, два, три, шесть, семь штук. Ничего себе. Ничего себе. Так. Дайте нам. Значит, сейчас. Айрон. Стак айрона нам надо. Дальше. В чатике что у нас? 11 адванс-толойок, 4 энергетических кристалла. У меня рецепт адванс-толой, я надеюсь, здесь остался. А, отлично, остался. Так что давайте сейчас сделаем, что нам надо. Ай-яй-яй, куда я пошел? Непонятно. Хорошо, что я летать могу нормально. Как читер в креативе практически, да? Это все из-за вот этого волшебного ангельского сета, кто вчерашнюю серию вдруг пропустил. Так, алюминий, бронза, инвар. Алюминий. Берем, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Бронза. Берем инвар. Берем, блин, инвар мало осталось, конечно, но ничего не поделать. Сейчас мы поставим железо плавиться сразу первым делом. Хорошо. И здесь выкладываем. А, ну да, можно было меньше брать этой штуки. Ну ладно, пусть останется нам. Нам будущее. И нам понадобится уголь. Кол. У меня есть древесный уголь. Давайте возьмем стак. Стака, наверное, нам будет много, но пусть будет стак. Хотя он весь израсходуется, гадина. Это та еще адская машина, которая не перестает работать. Ну ладно, если не забуду, то я заберу. Уголь, но я, наверное, забуду, скорее всего. Фикс нет. С другой стороны. Че, у меня уже один сделался. Ай, нет, нет, вернись. Я не это хотел сделать. Вот так, половину стака уже не жалко будет. Окей. И нам еще нужны были кто? Карбоновые пластины. Карбоновые пластины... Карбоновые пластины... Стоп, у меня их было много. У меня их целое горище было. Хм, че, странно. Окей, апгрейды у меня есть. Я не там смотрю, конечно же. Откуда у меня будут там апгрейды? Апгрейды. Нет, апгрейдов никаких нету. К сожалению. К сожалению, в экстракторе, в компрессоре стоят... Куда я... А, я, наверное, вернул их. Да, я понял. Ладно. Не проблема. Значит, берем колл. У меня много пыли вот этой. Вот очень много пыли. Забираем. Четыре стака возьмем. Ну, я думаю, нам пока что хватит. А, я заказал три, да? Блин, ну как же аж... Десять, не двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят... Ой. Как-то неудобно, блин. С кристаллами получилось. Хотел нормально показать, как все работает. Но, странно, вот на старом техник паке все работало отлично. Кристаллы отлично у меня крафтились. И у меня был по-любому крафт вот этого хранилища. Хранилища-энергохранилища, да. Делаем вот так вот. Из этих штук мы получаем карбоновые пластинки. Правильно? Я надеюсь. Да, правильно. Карбоновые пластинки. Ну, тут тридцать карбоновых пластинок нам сейчас сделают. Поэтому мы забираем десять. А десяти, кстати, нам будет мало. Я думал, я тебе заберу еще пять штук. Но я не хочу тебе забирать. Давайте возьмем тогда еще алюминия. Три штуки. Дальше бронзу. Одну штучку возьмем. Нам много не надо. И инвару. Три штуки. Инвар. Вот. Окей. Все. Быстренько сейчас сделается это дело. И мы можем забрать остатки угля. Все. Супер. Теперь. Теперь ждать, пока компрессор покомпресит. Мы можем пойти... Кстати, апгрейды. Как у нас делаются апгрейды? Делается апгрейды из вот этих вот бутылок. А бутылки вот эти, кстати, все... Ну не все, наверное, но какие-то из них точно не стакаются. Мне так кажется. Содиумовые ячейки, да. Не самый лучший вариант. А вот эти как делаются. Капсула с водой и олова. В принципе, можно наделать капсул с водой. А, или бутылок даже с водой. Можно бутылок с водой тонном выложить. Или вот этих вот алюминиевых капсул. Вот где-то дешевые алюминиевые капсулы были. Вот этих вот. В принципе, как вариант. И наделать апгрейдов может, кстати. Ну, не знаю. Есть ли сейчас смысл этим заниматься. Намного быстрее не будет. Все равно у нас непонятно, что происходит. С вот этой вот штукой. Давайте, может, я отсюда попробую. MFE, да? MFE. Request. Все равно не хватает четырех Energy Crystal. У меня есть Energy Crystal. И что ты мне гонишь? Что ты мне впаришь? Что ты втираешь? Грусть-печаль, короче. Не получилось. Не получилось у меня. Все сегодня. Ну, давайте хоть... Ну, мы сейчас по-любому, да, сделаем. Давайте возьмем просто, на самом деле, Energy Crystal. Те же четыре штуки. Так. Где они были? Были там где-то с краешку. А, вот они уже здесь. Четыре Energy Crystal, машинный блок. Один и четыре golden кабеля. Отлично. Сейчас мы себе просто сделаем... Еще кабель. Да. Сделаем так просто, скрафтим MFE. Ну, а там дальше мы подумаем, почему... Почему не получилось у нас ничего. Может, кто-то из зрителей подскажет. Потому что, да, что-то ребята писали по поводу батареек. Но я, если честно, не понял. Да, из-за... Моих слабеньких знаний во всем этом деле... Я ничего не понял, что ребята мне написали. Ну, может, со второго раза до меня дойдет. Хорошо. Дальше. Мне еще нужен будет трансформатор. Для трансформатора нам надо дерево. Какое дерево возьмем для трансформаторов? Jungle Wood будем брать. А сколько нам его надо, если честно, не помню. Вот этот первый деревянный трансформатор. Коппер. Четыре дерева. Блин. Четыре дерева. Коппер. Коппер кабель. Так. Три копера. Кстати, копера... А, вот еще копера. Я понял, это мы понаходили. В разных делах. В делах, в разных сундуках этот копер. Окей. Раз у нас не получилось ничего с этими дурацкими Energy Crystal'ами, мы сделаем хоть трансформатор. Автокрафт трансформатора сегодня. Ну, потому что... Так. Я хотел сделать... Крафтинг Logistic Pipe. Да. Ставим трубу. Открываем. Нажимаем Open. Можно так, можно... Можно не так. Как угодно можно делать. Я делаю вот так. Окей. И... Да. Теперь... Ааа. Нажимаем Import. И заказываем трансформатор. Один штук. Смотрим, как чудесно идут сюда ресурсы. Волшебным образом крафтится трансформатор. У нас есть трансформатор. У нас есть трансформатор. Да. Теперь у нас есть все. Трифуга. Пять штук. Request Successful. Пять штук есть. Смотрим, как вот здесь тонны ресурсов идут по всему этому. Все крафтится. Чипсетики пошли. Чипсетики сейчас придут в сундук. По-моему. А, это сдача чипсетиков пошла, наверное. А еще мы можем сейчас сделать два. Нет, не 12, а два. Четыре адванс-столой и тридцать пять. А, ну ладно. Сейчас мы поставим пока что четыре этих центрофуги. Вообще нужно как-то тоже сделать. Хотя переплавку железа, обычного железа в закаленное железо, в принципе, не так уж сложно сделать. Мы этим тоже, наверное, займемся. Просто придется сделать одну печку. Обычную электропечку с ускорителями. Я думаю, этого хватит. Ну, специально под переплавку железа, да. Так вполне возможно будет сделать. Что я хотел? Айрон. Поставить плавица стак айрона еще хотя бы. Да, пять. Индастриал центрофуги у меня есть. Один экстрактор лишний у меня получился. Блин, можно было экстрактора, кстати. Хотя, да, если бы я его выложил в систему, он бы у нас использовался бы в крафте. Очень удобно. Без особых проблем. И я еще забыл забрать. Самое главное, что у нас есть, чтобы не было очередного взрыва, ставим трансформатор. Да. Вроде бы так. Или не так? Нет, не так. Вот. Как мы будем сейчас ставить? Наверное. Эй, почему ты не поворачиваешься? А, я да, не тем ключом, конечно. Вот так. По-моему. Должно быть нормально. Так, сейчас я где-нибудь натуплю опять с расстановкой. Ну, почему ты снялся? Мне не надо, чтобы ты снялся. Мне надо, чтобы ты смотрел вниз. А, ты вниз смотреть не будешь, разве что я тебя буду снизу крутить как-то. Это будет нелегко. Я не уверен, что у меня получится. Понятно. Все понятно. Главное, чтобы нам машинный блок не выпал. Все будет хорошо. А, да. Можно сделать вот так. Поставить сюда MFE. Правильно, оно же должно быть вниз. Должно идти напряжение. По идее, да. Там, где больше всего точечек, то и должно подключаться. Подключаться. Нет. Стоп. Сейчас я опять где-то наплужу. Что-то я совсем уже забыл, как все это работает, вся эта система. Сейчас посмотрим, где я прав. Ой-ой-ой, а где не очень. Опять они тем ключом, да. Вот так. Отлично. По-моему, все-таки должно вот так вот быть. Или нет. Или сюда должно идти большее напряжение. Черт, я забыл. Я забыл. Совсем забыл, как все это дело работает. Генератор, что мы можем сюда батареи какую-нибудь всунуть. Попробовать. Что у нас есть такое простенькое? Типа вот экстрактор у меня есть. Сейчас мы на экстракторе проведем эксперимент. Потому что я не помню уже ничего. Бедный экстрактор сейчас будет. Так. И теперь нам нужна батарейка какая-нибудь. Кстати, у меня была батарейка вроде бы где-то... вот здесь. Отлично. По-другому не получилось бы. Так. Так. Так или не так? Может был смысл батбоксик поставить? А, ну в любом случае, если не так, то энергия через трансформатор не пойдет. Правильно? Правильно. Энергия через трансформатор просто не идет. Да. Значит, нужно трансформатор развернуть наверх. Как сделать так, чтобы трансформатор развернулся наверх? Не задевая вот эту штуку. Ну-ка, ну-ка. Достаю что ли? Эм. Эм? Алло? Да нет, ну наверх же, наверх. Какой-то непонятливый. Глупый-глупый трансформатор. Глупый-глупый Антошка. Да, давай. Елки-палки. Ладно, проще, наверное... Эм. Да, проще, наверное, снять вот эту штуку будет. Которой... А, ну можно сделать обратный. Ход. Ход конем. Я выложу пока. Этот крапнолайзер, он мне все равно пока не нужен. Я все равно не занимаюсь. С этой уже ерундой пока что. Да. Ладно, ребят. Я, наверное, буду на этих мучениях заканчивать серию. Потому что что-то... Или давайте подключим, наверное, экстракторы. А в следующей серии мы уже подключим все остальное. Что-то, когда неудачная серия получилась вообще. Неудачная при неудачная. Ключ разряжен уже, да? Даже ключ вот сейчас разрядился. Все, все против меня в этой серии. Все против меня. Ах, блин. Да. Поднимаем, значит, вот это наверх. Ставим здесь gold fiber. Не gold fiber, а glass fiber. Glass fiber, стекловолокно. Один кусочек. Так будет всем удобнее гораздо. Вот так вот, да? И теперь ставим сюда. Вот это крутим вниз. Правильно? И по идее наш экстрактор должен... Ничего не должен. А, ну правильно. Он, естественно, ничего не должен. Потому что энергии-то нет. Вот так. Все. И теперь экстрактор должен заработать. Да, все нормально. Можем, значит, закрывать вот эту дырку. Хотя она нам пригодится чуть попозже. Значит, мы снимаем экстрактор. И вставляем сюда 5 центрофуг. Я надеюсь. Да, вроде бы все хорошо. К центрофугам мы к двум еще пока что... Сюда, наверное, третью мы поставим. Когда мы сделаем еще немножко ресурсиков. Да, вон центрофуга уже одна пошла работает. Лава пошла набираться. И сделаем еще парочку с лавой. Для этого мы берем... Как называется? Ликвидукт. Ликвидукт. Два штуки. Забираем. И устанавливаем их вот так. Таким образом. И теперь на месте пересечения кликаем мышкой. Не мышкой, а ключом. Мышкой, да. С ключиком. Ну и вот у нас теперь... Сейчас будут работать... Да. Все, пошли работать. Все. Три эти центрофуги. И будут нам электрум делать. И кучу полезных ресурсов. Кстати, вот здесь вот надо... Чтобы такого не было. Потому что это нехорошо. Хорошо. Центрофушки эти работают. Мне теперь нужны газовые турбины. Газовые турбины. Три штуки. Раз, два, три. Или... Стоп. Столько мы там можем поставить газовых турбин? На самом деле мы их можем поставить много. Давайте поставим... Газ. Я не знаю, скрафтится. Четыре штуки не скрафтятся. Нет, не скрафтится. А ну-ка. Три. Три батарейки. Типа можно еще говорить. Гадость. Одна батарейка. Ну как? Ты же можешь сделать батарейки. Ну елки-палки. Ну что за проблемы с этими энергокристаллами и батарейками? Как так? Ты же без проблем можешь наделать батареек. Самое странное... Самое странное... Что я могу сделать одну газовую турбину, да? И... На нее, значит, батарейки у меня были. Остальные... Сколько у нас сейчас? Посмотрим. Сколько батарей осталось? Батареи... Ага. Все равно восемь батарей осталось. А было им не восемь разли? По-моему, восемь и было. Откуда вы взялись те батареи? Что вообще происходит с этими дурацкими батареями? Почему я ничего не понимаю? Что за глюки? Что за баги? Ладно, ставим сюда газовую турбину. Одну пока что. Вот сюда. И... Давайте поставим просто пока что сверку хоппер. Хоппер. В следующей серии мы... Если придумаем, что делать с батареями, я не уверен, правда, в этом. И... Метан. Метана у меня семь штучек. Пока что мне этого хватит. Шесть, семь. Метан. Так. Забираем метан. Забираем хоппер. И... Давайте посмотрим. Мне говорили, что... Разное количество энергии у нас тратится, да? Для производства метана. Да, укажет... Так. Вернись сюда. 25, 25. А ну-ка, надо мясо найти сейчас. Гнилое мясо. А нет. В принципе, те же 25 тысяч энергии тратится. 25 тысяч энергии. 25 тысяч энергии тратится на одну метановую ячейку и производится 45 тысяч энергии из нее. По-моему, очень-очень эффективно. То есть, 20 тысяч энергии у нас идет чистой прибыли с 16 кусков мяса. Да. Ну, кроме мяса, тут все остальное неинтересно нам. Да. Окей. Тогда закажем еще... Rotten Flash. 7 тысяч гнилого мяса. И... Целые ячейки. Пустые ячейки. Мне надо целый стак пустых ячейок. Тоже пригодится, да. Дзинь. Дзинь. Значит, сюда мы кладем ячейки, сюда мы кладем гнилое мясо. Ну, и в принципе, пока что на этом все. Сюда мы, правда, еще ставим быстренько хоппер. И положим метан. Все. У нас сейчас пойдет уже энергия. Пустые ячейки будут выходить сюда. Ну, потом, я думаю, можно все это подсоединить к логистикам будет. Я, во всяком случае, надеюсь. Ну, в принципе, если подсоединился гриндер, без особых проблем, как мы видим, он работает нормально. Логистики постоянно добавляют ему сюда пока что плавится олово у нас, потому что было очень много олова. Поэтому первым делом у нас идет переплавка олова. Давайте, наверное, сюда во вторую тоже мы положим еще цел. и ротон флэш. Ротон флэш, да. Окей. А, я батарейку одну заказал, да? Молодец. Вообще. Что-то какое-то сегодня неудачный для меня день. Совсем неудачный. Да. Все. Ну и теперь здесь будет тоже производиться металл. Медленно. Медленно, конечно, я не спорил. А, и медленно, потому что энергии не хватает на самом-то деле. Да. Да, потому что она не успевает набираться с одного такого генератора. Ну, надо просто несколько газовых турбин поставить. Я бы вот так вот в рядах поставил бы. Раз, два, три, четыре, пять штук как раз. Подсоединил бы одних проводом, подключил бы сюда. К снизу провел бы трубы логистики и все было круто бы. По идее. По идее. Ну, как на самом деле. Непонятно. Ну, во всяком случае, да. Я стремлюсь пока что к такой системе. Но нужно разобраться, разобраться с этими долбанными батарейками. Потому что это, это беда. Самое, да, на версии 1.2.5 Майнкрафта таких проблем не было. То есть, когда я играл в техник пак, там все это, все с батарейками, все шикарно работало. И все отлично крафтилось. Никаких проблем тогда не было. Ну, это, видимо, проблемы уже. Ну, потому что Logistic Pipes уже разрабатывают другие люди. Оригинальный Logistic Pipes так и остались на версии 1.2.5 и не обновлялись с тех пор. А эти Logistic Pipes, которые сейчас стоят у меня на сборке, которые обновляются хоть как-то, они у нас разрабатываются другими ребятами. Да, все, ребят. На этом я буду заканчивать эту серию. Ну, мы, в принципе, хоть как-то восстановили то, что мы в прошлой серии потеряли. Вот, даже, даже немножко в удвоенном, в утроенном варианте мы себе восстановили. Это еще по одному гриндеру. У меня будет здесь стоять, в один у нас будет идти тоже лава, наверное. Так как все-таки это долгие процессы идет здесь. Ну, а здесь еще один, наверное, пока что будет нам делать метан, а там посмотрим. По идее, по идее. Надо посмотреть, как будет хватать, не будет хватать этого метана. Если нет, мы немножко переделаем систему. Наверное, все-таки не будет хватать, потому что две ячейки я уже израсходовал и пока что ни одной не произвел. Наверное, надо будет сделать четыре гриндера, которые будут делать постоянно на метан. Ну, и три гриндера хватит, которые делают нам электрум, бронзу и олово, если я не ошибаюсь. Все, ребятки. Всем на этом спасибо за просмотр. И увидимся завтра, надеюсь, в следующей серии. Если все будет нормально. Все. Всем пока.